МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тротуары в Кирове по современным стандартам в комплексе с дорогами, сетями и газонами. После того, как отремонтируют дороги, сначала делаем тротуары, потом дороги. Неважно, в какой последовательности, лишь бы делали. В прошлом части лидировал первый ответ, да? 352 человека на данный момент проголосовали, и по-прежнему варианты по современным стандартам лидируют. Сколько? 65 практически процентов и 25,5 процентов, неважно, в какой последовательности, лишь бы делали. А все-таки на третьем месте какой ответ? На третьем сначала делаете тротуары, потом дороги. Ага, да, дороги вытесняются постепенно пешеходами. Пешеходы хотят ходить по хорошим тротуарам. Но еще раз мы должны представить гостей, которые с нами в студии. Это Дмитрий Печенкин, заместитель руководителя департамента благоустройства администрации Кирова. Марина Бармина, заместитель начальника дирекции дорожного хозяйства города Кирова. Анатолий Курбатов, куратор проекта «Красивый Киров». Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировская ССК». Ну, у нас был большой в прошлом части такой впрыск опыта из других регионов. Нас зацепило несколько вопросов. Ну, вообще все стали обсуждать вопрос тротуарной плитки. Что тротуарная плитка, мне такое было ощущение, что наше все, и тротуары следует делать только из нее. Потому что это современный материал, потому что он удобный материал, потому что он долговечный материал. Но я вот как человек, который ходит по улицам города Кирова, так бы не сказала. Если у меня хотя бы двухсантиметровый каблук, мне уже неудобно идти по тротуару, который вымощен вот этой самой плиткой. Почему так получается? Хотя вот я когда коллегам говорила Денису и Толе, что посмотрите же, говорю, за рубежом все, наверное, асфальт, ровненько идешь и хорошо. Они говорят, нет, там тоже тротуарная плитка. Более того, там брусчатка, она еще более мелкая, твои каблуки будут еще чаще попадать в эти. Почему-то я там не чувствую такого дискомфорта, когда иду по тротуару, вымощенной тротуарной плиткой. Вот вы можете мне, Денис, объяснить, в чем дело? Вы производитель тротуарной плитки. Микрофон, пожалуйста, к себе. Ну, тротуарная плитка бывает разная. Поближе. Тротуарная плитка бывает разная. В Европу, наверное, вы ездите в кроссовках, чтобы удобнее ходить. Да, не на каблучках, наверное. И вы это не замечаете. Там точно такая же брусчатка выложена, как у нас в городе. И проблем нет никаких. А все-таки отличается чем-то брусчатка от плитки? Размером. Плиткой называют то, что побольше. Она просто даже внешне выглядит разными. Она побольше, просто размерами там. Плитка, ну, 400 на 400. Брусчатка там 100 на 200. Вот и все. И то есть они там ни по технологии укладки ничем не отличаются? Ни по технологии производства, ни по технологии укладки они ничем не отличаются. Расскажите нам про технологии. Это очень интересно. Из чего производят тротуарную плитку? Тротуарную плитку производят из песка и цемента. Ну, если она цветная, то еще краситель добавляется. Вы сейчас в ассортименте кировских производителей. В основном какая плитка? Что пользуется популярностью? Что заказывает, ну, вот город, например? Ну, город заказывает традиционно кирпичик, заказывает трапецию. Вот то, что у администрации города там выложено несколько лет назад. Она прекрасно лежит и себя ведет хорошо. Ну, зато вот, например, по улице Спаска я бы не сказала, что она прекрасно лежит. Она вся в буграх, она очень высоко. И, честно говоря... По улице Спаска где, откуда, докуда? Вот, которая укладывалась прямо около суда, около колеса, форида и так далее. А, ну, это около суда, это, я не знаю, там... Это вопрос к производителям работы. Вот мы сейчас смотрим у Дмитрия Александровна, спросим у, наверное, или, может быть, даже у ДДХ. Марина Геннадьевна, как вам улица Спаска вымощенная тротуарной плиткой? Вас устраивает качество работы? Ну, ровность там более-менее обеспечена. Более-менее? Да, более-менее обеспечена. А, единственное, там, конечно, производитель этой брусчатки не ССК. Поэтому, соответственно, подрядчик имеет право выбрать производителя и закупить брусчатку там, где это ему более выгодно. То есть мы условием контракта по 44-му ФЗ не можем определить, значит, поставщика брусчатки. А, вот как. То есть вы только разыгрываете контракт, подрядчик этот контракт выиграет, и он сам закупает, у кого считает нужным, эту самую брусчатку. Вас не устраивает качество брусчатки, которое там выложено? Ну, будем говорить так, что процентов, может, 10-15, оно не очень соответствует требованию, нормативным требованиям, именно по ровности брусчатки. Что-то можно с этим было сделать или уже совсем нельзя? Ну, по 44-му закону мы не имеем права. Мы не можем прописать в контракте, какую именно брусчатку нужно закупать? Мы прописываем вид брусчатки. Либо это квадрат трапеция, либо это кирпич. Толщину, гарантийные обязательства. Гарантийные обязательства на укладку брусчатки и на саму брусчатку, значит, мы определяем 3 года. Гарантийные обязательства у нас очень высокие по сравнению с другими регионами. А вот, значит, качество брусчатки и цветность мы определяем. То есть, грубо говоря, 30% мы берем цветной брусчатки, 70% мы берем обыкновенной серой брусчатки. А вот по качеству брусчатки, конечно, здесь вопросы возникают. А как мы не можем заложить в контракт качество, Дмитрий Александрович? Даже свой микрофон отдам, я удивлена. Марина Геннадьевна уже сказала, что мы в контракте прописываем определенные условия. Ну, мы не можем, на самом деле, прописать уже конкретно, что вот под определенного поставщика, как вот говорили, по примеру, первый наш коллега, который на связи выходил, что они поддерживают именно, дают приоритет своим местным производителям. Конечно, наверное, логично и целесообразно, чтобы местные производители выходили на аукцион и участвовали в этом. Мы, опять же, ограничены условиями 44-го федерального закона, который подразумевает, что администрация при определении подрядчиков использует форму открытого аукциона, на котором заявляются все участники, которые соответствуют требованиям закупки. Но как тогда вот получается у них продавливать местных производителей? Нет, вы требования к участникам сделайте такие, чтобы вот это вот всех недобросовестных отсечь, чтобы он имел опыт укладки этой брусчатки, к примеру, там, сколько-то квадратных метров, или там, чтобы у него был там, чтобы он был там или производителем, или еще кем-то. То есть сужайте конкурс, чтобы вот этих вот недобросовестных... Ну, то есть все же мы знаем заточенные аукционы, ведь это можно на благо использовать. Почему заточенные аукционы? Нет, я к тому, что заточенные можно использовать и на благо в этом плане. Вот, например, есть же вот дороги, да, вот строительство новых дорог, вот мы участвовали в конкурсе строительства дорог, да, или там строительство каких-то зданий. Там четко указано, чтобы был опыт там исполнения муниципальных контрактов не менее такой-то суммы в предыдущих там, в предыдущие три года. У нас это в заявках все указано, то есть в аукционной процедуре мы эти требования выставляем. То есть с фасом надо согласовать просто, как можно отсечь вот этих недобросовестных производителей, вот и все, сделать там банковскую гарантию там требования. Это тоже все указывается, да, мы идем все равно, значит, по 44-му указаем. Я просто вспомнил в прошлом году, как укладывали на Володарского тротуар, то есть там приехали брюнеты загорелые, на УАЗике старый асфальт накидали, вот на старый тротуар наложили крошку, которую сняли с ремонта дорог, ходили пеньками, утрамбовывали, наверное, недели две-три, и осталось где-то у них примерно сантиметр, чуть меньше, чуть больше до уровня бордюры. И они уже потом вот этот сантиметр положили хорошим асфальтом. То есть я так понимаю, что если брать состав полностью асфальт, все прописано, но по факту я не думаю, что тротуар проживет довольно долго, потому что... Но мы видели примеры еще не менее яркие, когда в зимний период буквально здесь, у Театральной площади, по улице Карла Маркса, прямо в таящий снег и лужи укладывали песок и брусчатку. Все проходили и проезжали мимо правительства, администрация, депутаты, бизнесмены, мамы, папы, и видели, как укладывали вот эти горы-брусчатки, вот эти лужи, вот в этот чачу с песком, и ничего не происходило. Это тоже 44-й ФЗ виноват? Это в каком месте? Это вот здесь, вот прямо от Театральной площади до улицы Спаской, как раз вот межрегионерации. Это не в счет наших контрактов, у нас такого объекта не было, нет реально. Это, конечно, было чудо, я вам скажу. Светлана, если земля не промерзла, земля не промерзла, да? А вода? А вода является препятствием? Она не является препятствием. Тающий снег является препятствием, но уже является препятствием? Тающий снег, это лужи, да, он наоборот хорошо. Песком, да, для уплотнения песка. Для уплотнения песка, это только хорошо. Оказывается, это хорошо. Сверху можно качественно уложить. Мы тоже бываем, когда вот в октябре делаем благоустройство возле наших домов. Тоже в такую погоду, не совсем комфортную, укладываем брусчатку, и она стоит. Денис, вы расскажите, пожалуйста, можно уложить брусчатку, вот как вы меня не убеждали, да, у мэрии еще как-то более-менее. Но вот правда, Киров покрыт кривой, косой брусчаткой. Вспомните, опять же, прогулочную нашу улицу. И она еще вот, то есть когда она заглядывает, это место, где она заканчивается, она вот так вот вся встает. Сдрибливается или наоборот падает в ямы. Что происходит? Почему так? Это все зависит от ручек, которые укладывают. Вы приедете к нам на завод. 11 лет назад мы уложили брусчатку, территорию завода. По ней ездят 40-тонные машины, ходят пешеходы, и она лежит, с ней ничего не делается. Как правильно должна быть уложена брусчатка? То есть правильно должно быть сделано основание. Хорошо уплотнено основание. Щебень наш, известковый, который тает. Щебень известковый. Вот сказали, известковый щебень. Известковый щебень, да, он может быть. Но какой по прочности щебень должен быть известковый? У вас какой щебень лежит на заводе? Ну, у нас лежит на старый гранитный щебень. Гранитный щебень. Вот и весь ответ. На старое покрытие мы просто взяли и положили брусчатку. Вот и весь ответ. Когда мы можем избавиться от тающего известкового щебня? Тающего известкового щебня я не знаю когда. Не знаю. Хорошо. Когда будем смотреть там в заявке у них они заявляют одну марку. Посмотрите на самом деле когда будут укладывать ее. Возьмите и отдайте в авиаторию на испытание какая на самом деле марка щебня. А у нас кстати говоря как проверяется материал который укладывает? Зачастую он не соответствует той марки которая заявлена в паспорте. Входной контроль материалов проводится в строительных лабораториях. По каждому участку? По каждому объекту. Вот наш советский щебень какой марки? Марка 400 мы закладываем марку 600 марку 400. А везут с Чимбулатского карьера? С Чимбулатского карьера там разные карьеры есть. Ну вот марки 600 ни в одном Чимбулатском карьере вы не найдете. Хоть обыщитесь. Мы ведь не говорим что марка 600 только Чимбулатский карьер. Правильно? То есть в основном Чимбулат он выпускает марку 400. Весь контроль входных материалов он проходит. Для этого мы еще и заключаем договора с независимыми лабораториями. Не только лаборатория грубо говоря строительная, употребленная сейчас не про лабораторию. Марка 400 которая с Чимбулатского карьера, она где применяется? Не на тротуарах вы говорите? На тротуарах. На тротуарах применяется перед устройством асфальтобетонного покрытия. Но не под брусчатку. Если строительство идет вновь и грубо говоря мы предполагаем что содержание тротуаров будет осуществляться механизированным способом, то укладывается песок, брусчатка, песок щебень, песок, брусчатка. То есть она идет и под брусчатку тоже. 400 или 600? 400. Возвращаемся к тому же самому. Все-таки 400, который тает. Вот тебе одна из... Он ведь по большому счету он закрытый материал. То есть его перекрывают сверху. Песком. Который пропускает воду, который идет в этот щебень, который тает. Водичка туда попадает через брусчатку, через песочек. Конечно, да. Весок, коэффициент фильтрации. Коллеги, правильно я понимаю, до тех пор, пока будет вот такой щебень по фракции 400 укладываться, который растворяется от воды, у нас будут проваливаться тротуары. Прервем сейчас на полминуты и продолжим разговор о тротуарной сети в Кирове. Как лучше для людей? Урбан. Программа о городских проектах. Тротуарная сеть Кирова. Как лучше для людей, обсуждаемая сегодня эту тему в программе Урбан. Ну вот посмотрите, фотографии, которые мы специально распечатали с Дашей перед эфиром, они показывают наши города, российские города, где тротуарная сеть выглядит не вся, но есть уже участки, выглядят совершенно иначе, по-другому. Ну, естественно, мы можем сослаться на блоге великого и могучего Ильи Варламова, который делает вот серию публикаций, как лучше, мы уже делали по его публикациям тоже устраивать мусорные площадки. Кстати, надо позвонить в Железно и узнать, сделали ли они закрытые на ключ мусорные площадки в Ёлке-Парке. Как лучше делать тротуары, у него тоже есть большая публикация, спасибо большое. А ещё мы посмотрели с Дашей пост «Хорошая Казань», да, тоже у Ильи Варламова, и там тоже есть тротуарные сети, она очень интересная, тротуары, которые используются в парках, они сделаны из дерева. Ну, не все, конечно, но тем не менее. У нас тоже есть тротуары из дерева. Нет, не те, которые есть никак. Да, я только знала, что ты это скажешь. Ну вот, пожалуйста, вот парк в Казани, где используется... Вот, кстати, картинка за этим, это вот резиновая крошка, резиновая тротуар, которую вот я и говорил. Сейчас, подожди, это не знают слушатели, да? Вот мы видим сейчас парк Казани, где используется деревянная доска и резиновая крошка, то есть в миксе. Это уже общественное пространство. Понятно, что это вот не те тротуары, по которым мы передвигаемся от дома к работе. Доль дорог резиновую крошку укладывать, ну, это не обязательно, потому что при нагревании она выделяет какие-то запахи в парках. Нет, тут, конечно, вопрос об устройстве уже общественных пространств. Вот сейчас, пожалуйста, в руки вам микрофон, Анатолий, да, поскольку вы делаете парк, проект больше, чем парк, и там в том числе тротуарная сеть и пешеходная сеть предусматривает беговые, например, дорожки, которые все время говорят, что лучше бы его делать не из бетона, не из асфальта, а вот, например, из резиновой крошки. Ну, у нас концепция, до материалов не дошли, так что я не могу сказать, но мы будем доверяться специалистам. То есть, что они скажут, то и будет. Но пока еще, то есть, руки до этого не дошли. Нет, это вот в проекте. В Кировской области где-нибудь есть хоть какая-нибудь дорожка или какие-нибудь тротуары, которые используют не брусчатку и не асфальт и бетон? В парке Гагарина года три назад засыпали щебенкой, ой, не щебенкой, а пилом. Не пил, как это? Щепа. Она прожила сезон, потом удачно превратилась в грязь. То есть, если обновлять, то она, в принципе, имела место быть. Довольно неплохой был опыт. Потом щебенкой отсыпали сквер рядом с администрацией городской, где доска почетов за ней. До сих пор щебенка. И там, по-моему, подновляют. Там очень крупная фракция. Да, и, в принципе, довольно приятно гулять. Не очень приятно гулять, на самом деле. Но, видите, опять, все субъективно. Мне так оно крупновато. А что такое кирса? Вот о ней говорил Алексей Санин. Я правильно называю этот термин? Я попыталась загуглить, но я не поняла, да, что это. Может, этот термин, это может не название материала, а произвительное, поэтому непонятно, о чем речь. Ну, я вспоминаю питерские парки, где дорожки такие плотненькие, там мелкая-мелкая какая-то крошка. Что это такое? ПГС. Что это такое, Марина Петрович? Песчано-гравинная смесь. Ну, это какой-то специальный, да, состав именно для таких дорожек? Ну, они есть в карьерах. В Кирове есть карьеры с песчано-гравинной смесью. Которые мы можем использовать, если они не подходят. Песка идет, и только 30% идет гравия. То есть наши производители выпускают такой ПГС. Он есть, да, он имеет место быть, скорее всего, на спортивных площадках. То есть для того, чтобы дети там на асфальтобетоне не травмировались, вот детские площадки, либо спортивные площадки. В детских садах оно очень часто сейчас используется. Качество чего? При оборудовании спортивных площадок. Минус таких площадок, то, что его надо ежегодно обновлять. Его надо обновлять ежегодно, да. Ну и, конечно, он такой материал, грубо говоря, после дождей более грязный. То есть много несется на ногах вот этой грязи, ну, домой, либо там в детский сад. То есть вот это минус. Наверное, это зависит от состава, потому что, еще раз возвращаясь, в питерские парки, там, не знаю, в парке Стокгольма, где я была, вот буквально этой весной шли дожди, ничего там за ногами не случилось. Там тоже есть дренаж и ливневка. А, вот мы добрались еще до хорошей темы. Скорее всего, там процент гравия составляет, наоборот, 70-80 процентов. Тоже я в Питере была в таких парках, то есть там состав немножко другой, там больше процент гравия идет. Поэтому он более чистый. А он обрабатывается, эта смесь как-то сортируется или прям сразу такой достается? Нет. В этом карьере такой состав, а в этом такой состав. Это карьерный материал. Это где-то, наверное, все-таки история уральская, да? Там такая. Да нет, у нас есть и такой, и такой есть. То есть в разных месторождениях до сортировки ПГС разный процент гравия. В Порту там один, в Кирсе другой. То есть это природный материал, какой он есть, такой есть. Ну а другой природный материал, вот дерево, почему бы не использовать? У нас весной гравий. Нет, ну дерево можно использовать, но надо понимать, какое дерево использовать. Если мы там положим сосну или ель, да, то он придет в негодность через три года. Ну я вот почитала там прям, да, то есть огромная статья, как правильно укладывать, какие породы укладывать, как часто все это менять. Оказывается, ну в общем-то никаких проблем это не создает, нерешаемых. Это опять-таки же дорого и требует постоянного ухода. Ну как дорого? Неужели у нас будет дерево дороже выходить, чем тротуарная плитка? Растет то дерево, которое нужно укладывать. У нас в Кировской области такое дерево не растет. А что это? Это надо с деревообработчиками теперь разговаривать. Ну то есть это... Лиственница, скорее всего. Лиственница. Скорее всего лиственница. Кедр, лиственница. Та, которая... Более плотная, она долго живет. И не реагирует ни на солнце, ни на что в основном. Не на влагу, она только становится крепче. Давайте вернемся к очень важной теме. Ее уже Марина Геннадьевна начала поднимать, и мы так вскользь все время ее упоминали. Это все-таки устройство тротуара с точки зрения водоотведения. Вот сейчас, Марина Геннадьевна, вы сказали, что закладывается устройство плиткой тротуарной и вот эти же лоба, которые воду отводят от водостоков у домов. Лотки, да. Которые, по идее, являются опять препятствием уже для комфортной прогулки. Нет, нет. Лоток очень минимальный, то есть он плавный, он не идет под 90%. Я представляю, о чем говорить. Почему в всем мире, интересно, вода за домов выводится сразу в канализацию, а они не делают непонятные лужи, непонятные лотки? Это нижний Новгород после дождей. Вот что бывает, когда нет водоотведения. Ну вот здесь, смотрите, нет подпорной стенки. Тут, мне кажется, вообще ничего нет в принципе. Да, то есть тут брусчатка уложена без подпорной стенки. Ну, сэкономили. У нас точно так же уложена брусчатка по улице Московской от улицы Ленина вниз туда. Вниз. Вот она точно так же сейчас обваливается в сторону стадиона. Да. Давайте вернемся все-таки к водоотведению. Вот так у нас укладываются лотки. Анатолий спрашивает, почему нельзя убирать водоотводы из вот этих вот труб, которые там от домов идут, сразу под землю и на проезжую часть. Ну, может, почему, можно в канализацию, можно в ливневую канализацию, куда угодно. Или в ливневую. Или на проезжую часть. Потому что в любой заморочке это всегда скользко. Лотки это уже неудобно. Это все-таки прерогатива проектировщиков. Да, проектировщиков. Как проектировщик рассмотрел водоотведение с крыш. Если у них идет... Да, если у них идет... Ну, это, наверное, при проектировании должно учитываться. Если у них идет водоотведение внутренний сток, да, а не наружный сток. Нет, по-моему, вообще. Есть. Почему? Есть, есть. Внутренние сток. Нет, вовремя это, где крыша плоская. Я имею в виду, где скатная крыша, у нас ни одного такого дома нет. Поэтому тут больше вопросов. Эту воду можно отводить только в ливневую канализацию. Ливневую, да. В ходе бытовую ее отводить нельзя. Как проектировщик запроектирует, куда отводить, если нет ливневой канализации? Конечно, он ее отведет на дату. А как это происходит в домах с плоской крышей? С плоской крышей. Они выходят тоже и выходят на этот же самый тротуар. Объясните мне, пожалуйста. Вот я видела картинки, да, веселые картинки мы всегда с Дашей любим рассматривать, мечтать. Как, значит, труба зарывается в землю и отводится, там тоже нет ливневой такой канализации, отводится прямо под тротуарной сетью, под тротуаром, такая вот в бордюре дырочка, вытекает на проезжую часть. Таким образом, тротуар сам гладкий. Нам, может быть, кажется, что вот эти лотки, которые установлены на брусчатке, неглубокие, но мы с Дашей как мамы с колясками, а потом уже, у меня уже подросли дети с детским велосипедом, со взрослым велосипедом, очень хорошо на себя ощущаем всю глубину этих лотков. И они еще частые и глубокие. Вот здесь по-московской, когда идешь, что ни шаг, то лоток. Как так проектируют? Не, ну вот есть... Нет, элементарно, почему это решеткой хотя бы не закрывать его? Есть лоточки специальные, они глубокие, сверху решеточка. Вот так сделано на Спасской. А от Ленина, да, туда, ниже, до улицы, какая там, Казанская, да, посмотрите, там лежит лоток с этой решеточкой и нормально отводится вода. А мы можем как-то это все стандартизировать, в конце концов, в городе? Что вот не на отку проектировщику... Давайте, да, делать для удобства жителей, а не как по нормативному... У нас сегодня такой вопрос. Кто проектирует? Что в проекте указано? Кто проектирует? Почему в одном проекте есть решетка, а в другом нет? Ну, проектирует у нас вместе с дорогами, то есть проектировщики точно так же. Это как не проектирует? Есть институты, которые, значит, предусматривают капитальный ремонт улицы, реконструкцию улицы, ремонт... Кто у нас это делает в Кире? Ну, у нас несколько организаций проектных, которые разрабатывают данные проекты. Давайте их назовем. МОП-архитектура. Ну, МОП-архитектура, реконструкцию. Варианты, если мы не забыли, то только архитектура, есть институт, у нас, помню, ДОР-проект есть, да? Есть ДОР-проект. ДОР-проект, граждан-проект, то есть у нас несколько институтов, но, опять же, смотрите, все проходит через аукцион. Какой проект выиграл, какой институт выиграл, значит, проектирование данной улицы, тут институты проектируют. И... Все закладывается и проектируют. Да мы это понимаем. Вас, как человек, который работает... А с проектировщиками, неужели с ними нельзя пообщаться и сказать, ребят, давайте проектировать по-другому? А с проектировщиками пишите задание на проектирование. Техническое задание. А почему? А почему, Марина Геннадьевна? Потому что нет реализации проектов. Вот через два часа мы добрались до сути проблемы, похоже. То есть на период, значит, вот программы БКД у нас реализация капиталоемких, значит, объектов, она заложена на 20-е и дальше годы. Что это значит? Ну, это значит работы, которые необходимо выполнить как раз по проектам. То есть в данный период мы сможем вести работы по капитальному ремонту улиц, по реконструкции улиц? Нет, погоди, я запуталась совершенно. У нас есть проекты 2008 года, которые мы сейчас и реализуем. Десятилетние годы реализуем. Нет, я так понимаю, мы по ним работаем. Разберемся после короткого перерыва. Полторы минуты рекламы. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа Урбан. Тротуарная сеть Кирова. Как лучше для людей? Мы разбираемся с нашими экспертами Дмитрием Печенкиным, заместителем руководителя департамента благоустройства администрации города Кирова, с Мариной Барминой, заместителем начальника дирекции дорожного хозяйства Кирова, Анатолием Курбатовым, куратором проекта «Красивый Киров» и Денисом Крутихиным, председателем совета директоров компании «Кировские ССК». Я бы попросила сейчас нашего продюсера, Анну Лапшину, набрать перьмь и связаться с Михаилом Борисовым, региональным координатором федерального партийного проекта «Городская среда». Как мы уже поняли даже из того, что нам рассказывал Дмитрий Александрович, что «Городская среда» и эта программа позволяют тратить деньги федеральные, которые идут по ней, на тротуарную сеть. Посмотрим, что в этой ситуации делает Пермский край. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Спасибо, что снова подключаетесь к нашей программе «Урбан». Чувствую, что мы будем часто в эфирах наших встречаться. Да, мы вообще за радостью. Замечательно, тем более, что мы соседи. Значит, мы выяснили здесь на месте, Михаил, в течение нашего общения, что в городе Киры, не в области, а в городе Киры в этом году по программе «Городская среда», «Комфортная сеть» будет потрачена на ее ремонт 51 миллион рублей. И мы пытаемся разобраться, значит, как это все будет у нас происходить, где и как, что будет благоустраиваться, спорим, выясняем там, почему новые технологии применяются или не применяются, и, конечно, сравниваем себя с нашими соседями. Давайте поговорим о Перми. Что у вас происходит? Давайте я вам расскажу, значит, как у нас вообще идет ремонт улично-дорожной гопиночной сети. Во-первых, у нас по городу Перми есть действующее 911-е постановление, по которому у нас все тротуары, которые находятся в городе Перми, находятся на балансе. И состояние каждого тротуара инспектируется регулярно. После этого по окончанию года составляется определенный перечень объектов, которые у нас будут ремонтироваться, либо же новостроиться в следующем году. И на это сразу же планируется бюджет. Это первый момент. Второй момент. У нас работает проект «Безопасные качественные дороги». По этому проекту у нас идет синхронизация с проектом «Формирование комфортной городской среды». И на некоторых объектах у нас сразу же идет ремонт дворовой территории вместе с тротуарами, идет ремонт дорожной проезжей части и ремонт пропиночной пешеходной части, там, где это есть необходимость. И вот такая вот синхронизация позволяет нам кустами ремонтировать именно и проезд, и двор, и тротуар, чтобы к этому объекту уже не возвращаться, чтобы хотя бы как минимум в течение трех-пяти лет. Да, это очень интересно. Ведь такой подход позволяет избегать разницы в уровнях, как у нас бывает в Кирове. Дорогу сделали, огромный перепад, въезд во двор такой, через бугор практически. Вот это вот неправильно. И неправильно вот в прошлом году мы тоже наступили на эти грабли, когда мы, не, позапрошлом, когда мы активно начали работать по безопасным качественным дорогам, и мы стали ремонтировать только лишь за счет федеральных, региональных и местных денег, только лишь проезжую часть. В результате, что мы получаем? У нас бортовые камни находятся в ненормативном состоянии, у нас тропиночная тротуарная сеть в ненормативе остается, ограждение в ненормативе, знаки тоже в ненормативе. Поэтому сейчас только лишь комплексный подход. Берем, если объект на капремонт или по другим видам направления, то он вместе идет обязательно дорога плюс тротуар, плюс ограждение, плюс бортовые камни. Как вы этого смогли добиться, Михаил? У нас основной вопрос как раз в этом и состоит. Мы пытаемся обсуждать на различных площадках и в городе, и в общественной палате, и в эфирах синхронизацию проектов. Нам говорят, что нет, БКД это один проект, дороги та-та-та-та, городская среда это другой проект, дворы это третий проект. И все это между собой никогда не пересекается. И все это никак не стыкуется. Как вы смогли это синхронизировать? Смотрите, я соглашусь с вами с тем, что это действительно разные бюджеты. Но это ведь только все объединяет людей. Мы же делаем это, ведь это не для собак там и кошек. Мы делаем это для людей. Соответственно, у вас может выступить в данном случае, например, площадка общественной палаты. Объединить, посадив эти министерства, представители общественности и обговорить о необходимости комплексного благоустройства по секторам. Чтобы сделали, забыли, ушли. И вот так вот, таким образом, мы постепенно отремонтируем. Потому что если мы будем делать частями, сегодня мы сделаем дорогу, завтра мы сделаем двор, послезавтра мы сделаем тротуар, мы в результате каждый год будем наступать на те же грабли. Мы будем приводить в ненормативное состояние объект, который был отремонтирован в прошлом году, потому что по нему пойдет тяжелая техника, которая будет завозить материалы. А зачем это нам нужно? Мы дважды платим, получается, за какой-то объект. А в вашем случае трижды. Михаил, ну то есть это ваш опыт? Вы так поступили, собрали все эти министерства на какой-то площадке? Кто принял решение? У нас губернатор принял решение по данному вопросу. И он собирал и общественность, и министерств, и министров профильных. И вот таким вот образом пришли к общему знаменателю. Есть вопрос от нашего... Нет, не вопрос у меня, ремарка. У нас в том году Вячеслав Николаевич Семаков, когда возглавлял, он тоже хотел сделать пар победы. И вокруг него дворы все сделать, ремонтировать. Кочуровские парки вокруг них дворы. Но в итоге потом это, когда пошло, у нас все распакали. Ирин, голосование, все в итоге раскидали. У нас... Подождите, мы сейчас обсудим. Идея была делать тоже в одном месте и комплекса была, но... Мы сейчас это обсудим. И так это было решение, Михаил, еще раз, губернатора, который поставил такую задачу. В этом году у нас от министерства, у нас есть региональная служба по тарифам, которая является оператором по формированию комфортной городской среды. Они что сделали? Они в своем постановлении обозначили о том, что благоустройство объектов рядом или же находящихся непосредственно на территории клубов, каких-то учреждений, где идет массовое скопление людей, чтобы оттуда уже идти дальше на объекты, где меньше народу. То есть сначала там, где большое количество скоплений, и потом на более... То есть опять кустами. Спасибо. Спасибо, Михаил Борисов, региональный координатор федерального проекта «Городская среда» в Пермском крае. Мы нашего регионального координатора не смогли найти в Кировской области. Не знаю, как не искали, так и не нашли. Мы пытались, я хотела тоже привлечь. Вот смотрите, этот вопрос очень важный. Сейчас нам Михаил Борисов рассказал, что в Пермском крае они с этого года начали делать ремонт кустами, интегрировав... Я сейчас поясняю Марине Геннадьевне, у него не было наушников. Интегрировал все программы БКД, комфортная городская среда и все другие. Делает кустами. Сразу двор, окружающие тротуары и дорожную сеть с коммуникациями. И так вот пошли делать. У нас этот вопрос о комплексном ремонте территории, ее развитии все время поднимается. И на общественной палате, и на разных площадках. И губернатор говорил, ну пока еще без сбора министерства, без постановки конкретной задачи, что нам надо комплекс развивать. Но ничего не происходит. Все равно делаем лоскутное одеяло. Почему так складывается ситуация? И можно ли как-то ее изменить? И нужно ли ее менять? Самое главное, наверное, Дмитрий Александрович, вам такой вопрос. Микрофон к себе. Ну, наверное, здесь поясню насчет комплекса. Вот Анатолий сказал, на самом деле, планировали в том числе и на 2018-2019 год комплексные такие брать кварталы. Но особенности этого года, если брать проект «Комфортная среда», как я уже отметил, было рейтинговое голосование. Значит, соответственно, те пешеходные зоны, которые в текущем году мы делаем, это результат. Раз уж сказали, что по голосованию. Результат рейтингового голосования. И эти условия, они были определены федеральным постановлением правительства. То есть здесь, ну, в любом случае, надо было... А к ним подсоединить дворы? Надо было выполнять. По тому перечню тротуаров, которые мы в этом году делаем, есть частичная синхронизация с проектом безопасной качественной дороги. Ну, как пример, там улица будет Конева, улица Казанская, улица 60 лет Комсомола, ну, еще ряд других. Там на авиатском районе вот переулок школьный попадает. Ну, это, я так понимаю, это просто совпало. Синхронизация определенная будет. И в 2017 году, когда у нас вот еще не предвещало ничего рейтингового голосования, у нас был порядок отбора как раз таких территорий. Один из показателей вот отбора территорий, которые мы в 2018 год планировали, это в том числе по большинству баллов синхронизация работ с проектом безопасной качественной дороги. То есть вот в рамках этих двух проектов шла речь о ремонте дорог, тротуаров и дворовых территорий. То есть, в принципе, планы такие, они на сегодняшний день остаются, потому что, ну, на самом деле, сделав дорогу, на следующий год мы начинаем делать тротуары. — Обсуждается ли сейчас, как мы будем жить в 2019-м? Будем ли мы реализовать вот такой комплексный подход, когда будем делать сразу кустами, сразу вот на какие-то прям кварталы бить? Вот квартал 119, например, сколько уже готовит его этот проект в УЗ уже два года? И никак не могут добиться того, чтобы хотя бы на этом квартале испытание какое-то провести, сделать комплексный ремонт всего? — Ну, смотрите, здесь речь, опять же, идет о синхронизации этих двух проектов. — Это большего количества проектов? Там ППМИ еще дворы делают, муниципальные гранты есть, да, которые могут пойти на ремонт, чтобы все, что есть, можно было собрать и делать комплексно. — Тут порядок отбора этих объектов. Вот начну с этого, все равно мы от этого никуда не уйдем. Дворы отбираются по определенной процедуре, которая установлена. Пешеходные зоны мы отголосовали на два года, 18-19, то есть мы сейчас можем привязываться к пешеходным зонам. Соответственно, в текущем году мы будем осуществлять в ближайшее время уже отбор тех дорог, которые будем делать в 19-м году по БКД. И дворы также где-то в июле-августе мы запускаем процедуру уже по отбору тех дворов, которые будем делать в следующем году. — Они будут привязывать к БКД и к комфортной городской среде? — Мы уже планируем их привязать, когда уже будут окончательные результаты этого отбора. Потому что на стадии, например, отбора мы же не можем привязать... — Мы благодаря этому получим в следующем году хоть какие-то отдельные районы, которые будут комплексны? — Я думаю, что получим, потому что даже в текущем году мы определенные участки получаем на синхронизацию. Но если говорить о проекте «Безопасные и качественные дороги», как уже здесь озвучивали, мы с 19-го по 24-й год получаем возможность уже подходить к ремонту улиц, не только ремонтируя проезжую часть, но и, соответственно, уходя на бордюры, на тротуары, где-то дорожные знаки могут — Погодите, мы еще до газонов не добрались. — Ну, здесь же газоны можно рассматривать. Если капитальный ремонт, например, дороги проводить, то я думаю, что там можно полностью предусматривать все эти мероприятия. — Спасибо. Урбан на сегодня завершен. Мы обсуждали вопросы устройств тротуарной сети Кирова и опыт других регионов. Благодарим всех наших гостей. Через две недели снова соберемся здесь. Тема пока еще не есть. Нам много, что нам нужно обсудить. Ливневку, газоны, детские площадки мы собирались обсудить. Но сейчас мы с вами прощаемся. Всем до свидания и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...